всем привет друзья я веду съемку свою из острова white очень хороший день сегодня у нас температура плюс восемь но тихо спокойно и солнечно как вы видите солнечный день все смотрится гораздо красивее ой ну сегодня наверное одно из моих любимейших видео будет мне просто не терпится вам показать все и рассказать то что сегодня у нас на экране с вами это брейдинг вылочь английская деревня брейдинг называется самая старая пожалуй деревня на острове white одна из самых интереснейших деревень хотя она и маленькая но она основана была еще римлянами и датируется где-то шестьсот тридцатый шестьсот пятидесятый год здесь настолько много старинных домов старинных достопримечательностей что в общем то наверное вы знаете мне не хватит одного видео чтобы все это вам перечислить друзья но у брейдинга всего лишь навсего населения чуть больше двух тысяч человек но тем не менее здесь столько достопримечательностей что позавидуют даже самый огромный город и я не буду вас долго томить а покажу вам сразу первое из них вот можете догадаться не читая что это такое посмотрите эта вещица сохранена в первозданном виде и дом же самом месте на котором она и стояла еще со средних незапамятных времен это называется bullring или кольцо быка вот именно здесь на площади центральной перед ратушей городской проводились такие бои быка с собаками или называлась эта травля быка воистину жуткий кровавый спорт это такая английская коррида где бык привязывался вот к этому кольцу примерно на цепь длиною 10 метров огромный бык и он затравливался собаками английскими бульдогами которые и были выращены специально для этого и вот кстати бульдог переводится как бычья собака bulldog так вот староанглийский бульдог был выведен специально для вот этого вот мероприятия травли быков но травля быков практиковалась не только как развлечение давно существовало мнение что вот такая травля она улучшает качество и нежность мяса быка при употреблении очень странно но вот слава богу что к началу девятнадцатого века этот вид спорта начал вымирать очень многие горожане были недовольны англичане жестоким обращением с животными и вот в 1820 году прекратились эти бои здесь в брединге и вы знаете надо отдать должное англичанам что они не забыли быка чаще всего говорят о вымершей породе собаки староанглийском бульдоге но ведь и бык пострадал и вот здесь в центре рядом с этим кольцом в брединге стоит также памятник быку в 1835 году в англии уже был издан закон о запрещении полном вот этих вот боев с быками и собаками чего к сожалению не скажешь об испанской кориде по моему корида испанская до сих пор существует вот это вот страшное издевательство над животными а еще вы слышали что говорят что когда приезжают русские туристы в испанию посещают кориду то их сажают в отдельные трибуны на отдельные места потому что они болеют не за ториадора а именно за быка не знаю правда это или нет но это интересно двадцать первом веке современному человеку конечно не понять всех этих страстей как мучить возможно животных но вы знаете если мы вернемся к этим страшным средневековым традициям вот я хочу вам показать здание вот красный кирпич видите это здание бывший старинной ратуши и посмотрите внизу это не что иное как тюрьма сейчас поближе я вам покажу как она выглядит эта тюрьма самом центре опять же на центральной площади города брединг вот на всеобщее обозрение здесь приковывались к позорному столбу это провинившиеся люди говорят что в средние века это было очень распространенное явление но к позорному столбу они приковывались не просто так а вот при помощи колодок то есть там шея и руки человека в эти колодки заковывались и он так несколько дней стоял на потеху проходящей публики вы знаете очень нравились такие зрелища горожанам и чаще всего они еще и принимали участие в травле этого человека закидывали его грязью камнями и что там им еще под руку попадется и вот опять интересно то что видите вот это все специально здесь сохранено и выставлено наверное в назидание потомкам но не все так страшно в городе брединг я начала с каких-то ужасов но друзья уверяю вас что то здесь еще масса других диковин вот например смотрите это называется малюсенькое здание лилипут долл энд той музеем то есть если переводить дословно то лилипутский музей кукол и игрушек я там внутри никогда не было сейчас он к сожалению закрыт но вот не знаю даже как точно перевести то ли это куклы игрушки для лилипутов то ли это просто малюсенькие куклы было бы внутри рассказала бы вам но вот сейчас я только вижу объявление что написано что этот музей он переводится еще и в другое здание более большое потому что содержит более двух тысяч экспонатов но и это еще не все друзья здесь же на этой самой улице вот в этом здании был раньше музей и выставка восковых фигур вы не поверите восковые фигуры делались там же восковой мастерской впервые этот музей открылся в 1965 году просуществовал 40 лет до 2005 года сожалению закрылся из-за малого количества посетителей и все восковые фигуры были распроданы на аукционе вот одна из них из таких восковых фигур находится здесь рядом в старинном коттедже в котором мы тоже побываем с вами называется валентин грей там написано чем не свыб 1812 и 1822 год трубочист валентин грей я понятия не имею кто это такой что за персонаж я не смогла найти никаких сведений о нем но зная историю английских трубочистов я слышала что набирали мальчиков-сирот для этой работы возможно что-нибудь связанное с этим опять ну и наконец основное что я хотела вам показать вот этот вот старинный коттедж особняк приходского священника на котором есть мемориальная доска и написано что этот особняк самый старый на острове был построен в 1228 году там проживала семья приходского священника и до сегодняшнего времени этот коттедж сохранился в первозданном виде соломенная крыша у него выглядит скажем прямо не очень хорошо скорее всего что они ее не меняли уже наверное лет 40 но про соломенная крыша друзья те кто хочет послушать более подробно интересные мой рассказ будет для вас буквально в следующих в одних из следующих видео вот я все-таки хочу с вами зайти сюда во двор этого старинного коттеджа и посмотреть как здесь все выглядит я здесь не было будем с вами вместе впервые все это наблюдать посмотрите какой здесь двор живописный и опять же посмотрите на этот шикарнейший коттедж фантастика вот с этой стороны конечно солнце сейчас освещает видно классно жаль что не видно с другой стороны как я только зашла вы видели сразу солнце ударило мне в объектив поэтому не все смогу показать вам но все-таки даже то что смогу показать я надеюсь вам будет интересно посмотрите с друзья как здорово это колодец старинный он ровесник здание этого сохранившийся но он конечно для безопасности закрыт сеткой вы видите и вот там еще такой типа фонтана наверное использовался раньше для питьевой воды но сейчас просто как фонтан смотрите надпись надпись какая-то странная там написано что-то стерто 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 потом написано кто умер в и опять все под водой не видно ну может быть мемориал какой то не знаю еще один напротив небольшой коттедж ох сколько тоже видели эти камни вы посмотрите это же больница друзья это больница посмотрите на эту старинную дверь я думаю что мы здесь с вами по полной программе должны все это рассмотреть здесь любого ракурса великолепный вид еще одна старинная дверь и ступеньки наверх поднимаемся мимо окна тоже старинного вы видите все сохранено в первозданном виде как это классно что англичане могут вот так вот бережно относиться к своей культуре mind your head написано видите потому что очень низкие потолки посмотрите мне с моим ростом метр шестьдесят пять приходится наклоняться маньях это дверью студия арт-галерея но сейчас конечно ковид все закрыто да вот что и что здесь осталось посмотрите прелесть какая и даже бабочка залетела ненароком вы посмотрите какое красивое зеркало пойдемте посмотрим дальше вот еще одно зеркало арт-галерея а вот эти окна тоже представляют огромный интерес если они продаются на аукционе то можно очень хорошую цену спросить и получить за них я знаю что начальная цена около 100 200 фунтов и дальше она поднимается любители которые разбираются в старине очень ценят вот такие вот старинные витражи а я хочу пройти с вами по второму этажу здесь и еще показать вам ох как красиво вот это называется я не зря зашла я могу только единственное сказать что я первый раз сама здесь как много этих мест английских открывается вдруг неожиданно и я рада что я могу их показать все вам вы знаете друзья вот я сколько раз удивлялась тому что все что есть вообще великобритании в частности в англии там на материке все это сконцентрировано здесь на острове white все можно найти вот я например иногда открываю и смотрю других блогеров английских которые живут непосредственно материке в англии даже может быть в какой-то деревне то тоже в деревне но вот знаете они показывают совершенно какие-то улицы обычные не очень интересные если какая-то вдруг старина то это так преподносится как сюрприз на канале одно единственное видео с прекрасной красиво красивой деревне а у меня посмотрите друзья ну это просто фантастика сплошь спускаемся вниз я вам показала уже вид туда красивейший и мы вышли снова во дворик вообще огромная территория сейчас вы видите она сдается сдается тоже мелким предпринимателям старинное здание арки кругом вот такой супер сегодня мы с вами посмотрели хотела показать вам еще и ресторан вы знаете к сожалению он по моему закрыт вообще ресторан работает просто наверное он открывается либо вечером либо уже только выходные и здесь на выходе вот такая телега еще тоже старинная брейдинг виллач раньше была деревней мастеровых и художников лавки всевозможные маленькие они здесь в огромном количестве нагромождались одна на другую и сейчас продолжают их использовать практически точно так же вот посмотрите косметик скин центр клавис вот это вот здание чапал старой часовни сейчас используется как школа танцев dancing класс церковь английская очень популярная архитектура для английских церквей мы можем внутрь зайти старинные очень калитки я сейчас зайду здесь покажу вам поближе все это все это фантастическую старину это английский мемориал крест памяти воинам погибшим в войне в первой мировой 914 919 год посмотрите чаще всего такие мемориалы они расположены именно возле церквей ну и конечно же старинное кладбище вокруг церкви конечно это уже явление такое постоянное распространенное всегда раньше кладбище находились рядом с церквями и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok